В Свердловской области заключено еще одно консессионное соглашение в сфере ЖКХ. В рамках достигнутых договоренностей в управлении ООО «Рир-Лесной» входит в дивизион госкорпорации «Русатом» ООО «Русатом» инфраструктурное решение. Передаются системные объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Леснова. В планах консессионера не только их модернизация, но и качественное преобразование за счет внедрения цифровых технологий и элементов умного водоканала. Подписантами документа выступило правительство Свердловской области в лице заместителя губернатора Сергея Швинта, администрация Леснова в лице главы Сергея Черепанова и ООО «Инфраструктурное решение. Город Лесной» в лице генерального директора Ксении Сухотиной. Период действия соглашения составит 15 лет. Срок реализации вошедшей в него инвестиционной программы – 5 лет. Общий объем инвестиций – более 720 миллионов рублей. Консессия, по словам Сергея Швинта, – это оздоровительная программа и эффективный взаимовыгодный финансовый механизм взаимодействия государства и частного бизнеса. И когда речь идет о таких социально значимых вопросах, как обеспечение жизнедеятельности городов, выбор консессионера должен быть очень взвешенным. С Росатомом у региона уже сложилось успешное сотрудничество по программе «Умный регион». Заместитель губернатора выразил уверенность, что такое же надежное партнерство найдет место и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Я рад, что сегодня наши партнерские отношения, особенно в тех территориях, где вы присутствуете, развиваются такими темпами. Как сообщил глава лесного Сергей Черепанов, в рамках консессионного соглашения инвестор проведет реконструкцию канализационно-очистных сооружений и насосно-фильтровальной станции, отремонтирует свыше 20 километров сетей. Отдельные работы будут выполнены в поселке Чащавита. Здесь отремонтируют водонапорную башню, установят автоматическую насосную станцию, обустроят нецентрализованную систему водоснабжения и другое. Напомним, развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области является одним из приоритетов региональной политики. Как неоднократно подчеркивал глава Среднего Урала Евгений Куйвышев, строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества централизованного водоснабжения, внедрение современных технологий водоочистки – это те направления, которым должно быть уделено самое пристальное внимание. Стоит отметить, на сегодняшний день в сфере ЖКХ Свердловской области реализуются 34 консессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 18 миллиардов рублей. И по уровню развития государственно-частного партнерства Средний Урал находится в первой десятке рейтинга субъектов страны. В Артемовском городском округе тоже возникает немало вопросов к качеству питьевой воды. Впрочем, проблема эта актуальна и для других муниципалитетов региона. Однако практика показывает, что руководство многих из них находит пути решения этой проблемы, используя самые различные методы. Какой выберут артемовские власти, покажет время. Но нужно понимать, что затягивать с этим вопросом нельзя. Ведь ежедневно жители округа, употребляя некачественную воду, наносят вред здоровью, а это отрицательно сказывается на всех аспектах жизни, и в первую очередь на ее продолжительности, повышение которой президент Российской Федерации называет в числе приоритетных задач для властей на всех уровнях.